таки здравствуйте дорогие друзья на связи dragon soul play и это ведьмак 1 что ж надо бы нам смотаться на болотах почему-то да ну думаю нам раз калькштейн прошлой серии говорил о том что он не может обуздать силы природы значит нужен тот кто с этой природой ну скажем так на ты а с природы на ты ведьмаке у нас кто правильно господа друиды поэтому плывем туда и шо ли типа громад вот то мы принципе и сделаем но но толк ты от него если мы нет детка конечно не против чтобы побаловаться но прости уж дела спешат лавардом паромщик так давай-ка ничего лично транспортные услуги по лучшим ценам да определился братан я тебя просто золотил понимаете его уже столько озолотил столько ему этого их пять злотых ему давал шон вращаем богатый скажет вот никакой беловолосый меня щедро деньгами одаривает думаю вот это думаю да вот это я богатая себе новую лодку куплю на ему еще 1 и буду также кататься но как говорится сейчас мы идем к этому друиды чем поэтому полюбуемся пока на красивый пейзаж скорее всего интересными фото напоминает ван гоговские такие стиль ван гога напоминает очень необычную гайца приплыли как мечта достать успел да нет там никого не сын как говорится на очку и я за кальчуком 5 ладно так нам в рощу друидов стало быть значит топаем вот вот так можно конечно еще монстров поубивать прям вообще чтобы этого же прямо столько опыта было ну попробуем в принципе сибири обелиски мы установили остался то один вот иди сюда а групповой оба оба смотри как смотри чё я вот это пируэт и выписываешься погляди фигеть отразил так стоям ба так шпок шпок-пупок пофармил опыта так и так заражает как бы ты там не подходи оба черт больно ты дрянь конечно ладно не сыща восстановим так нужно нам посмотреть шукачать дальше сила думаю надо сделать упор именно я не знаю на что наверное нам на меч вообще стоит сделать упор потому что он тут и не прокачен к так дело не пойдет стальной вот тут ооо надо бы его кащем том что значит какой-то лалочный здесь это тоже надо качнуть да ядрит мадрид ладно силовом в серебряном мы вкачаем вот это блин тут господи разбегается глаза что делать в принципе надо качать серебряный меч пригодится будущем силовой жахнем а быстрый мы прокачаем так вот эти вот оставшиеся стили вот и все собственно говоря тык 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 а ну тут боль боль зловещий удар ладно короче следующий прокачка мы качаем мечи думаю с этим и определились пошли к сюда так прикольно так звук сделал чак 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 по болотам а они сходятся кстати в одной точке не в одной мне так кажется что где там необозримом короче бесконечности они там сходятся будут неплохо так паром поможем конечно еще походить по зачищать всех поубивать мне кажется я просто скоро геноцид устрою этих пум 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 но сначала нам надо вот сюда старший друг из вот в этом чего тебе путник вы друиды управляете силами природы так нет мы не можем приказывать природе скорее мы подчиняемся ее порядком и живем в одном с ней ритме но вы же приручаете диких животных можете вызвать грозу нет ну то есть да но не силой как бы сказать проще говоря мне нужна буря гроза с громом и молнией можете создать для меня такую зачем она тебе мне нужна молния как ты ее привлечешь свистом приманишь у меня будет громад вот сперва добудь его а потом мы будем делать грозу терпение природы лучше не испытывать она не всегда укладывается в свои сроки честно говоря но уж точно не требует своей части прибыли прощай а значит задание оборновлено значит мы плывем обратно и изготавливаем этот громад вот господи как же кресло меня иногда подбешивает ну что поделать уже не хочу с вами связываться связался чуть не умер а заодно как можем к реймонду сходить скажем мы типа нашли уби убивцу и нужно с ним связаться типа вау и короче позарить медальон дрожит конечно не так упорно но сейчас не дрожит ребятки не хочу с вами связываться не трогайте меня я же сказал не трогай меня ого они что-то прокачались по ходу так ладно топаем сюда о господи иисусе аутентичненько мы тут топаем геральт ты хоть бы ботинки сменил а то сидишь там не бойся этого ноги все промокли так и простуду можно заработать хотя видимо к мы неведомы простуда причем я сожалею что я не видимо окна эти когда это когда ты зимой или весной точнее там весной или осенью тебя-то тебя начали доливать простуда я хочу тебя доля простым так и ты жалеешь что у тебя нет ведьмачьи иммунитета на другую сторону время день да на держи готов до плывем город все песенку петь пока не будем рано еще вот как поймаем кое-кого вот так и будем песенку петь так ща мы идем к к нашему кузне давай топ и быстрей путешественник ох вот и дверь и доктор храмовый квартал значит сейчас идем к кузнецу и заказываю крым от вот все просто а потом потом шо денег не дает братан меня нет тоже сколько мне денег 300 что так мало давай что такое вам что-то нужно могу я купить у тебя что-нибудь конечно золото на тип так раз хорошо говорил значит для меня вот так длинный металлический я знаю что такое гром отвод мы ими пользовались в махаками когда вы люди еще поклонялись бурям да вы сейчас ничего не знаете о гром отводах делаешь для меня гром отвод ты меня хочешь достать или просто любишь языком молоть сделаю за 50 аренов договорились я занят приходи позже хорошо так ну куда тут еще сходить я принципе все уже сделал можно кремонду туда чтобы туда-сюда не плавать лишний раз дал тут медаль он прям вообще прыгает ты погляди ковры он тут расстелил ля на на и богу араб да что у меня есть результаты вскрытия и не могу сделать четких выводов почему это как бы это я перепутал пробирки и палил труп чем-то разъедающим изучать то что осталось невозможно что вообще ничего не осталось вообще все ошибаются реймонд мне надо подумать возвращайся позже а ну правильно мы правильно сказали что ничего не обнаружили раз медальон что-то показывает значит но это как бы не он как бы вот это это блюдо что он готов что-то я пришел за громоотводом он готов твой за 50 аренов 50 аренов как и договаривались хочу дальше ты вот смотришь ты угу я ему сказал а дальше ты чё типа вот громад вот есть окей он есть но я просто хочу сделать так чтобы но а манфор лол сыщик погляди куда это спрятался против нелюдей фиштех эрогантная коробочка с фиштехом это улика или реймон сам подвергнутому пороку улика кажется нафиг не арбуз твой дрыхнешь правильно делаешь тебе полезно надо бы тебе выспаться ну наконец-то ну да теперь я все знаю как штейн работал вместе с могилой я нашел неопровержимые доказательства что теперь мы устроим ловушку собирай снаряжение и приходи когда будешь готов к опасной операции посмотрим что мне надо спросить тебя про на нем это я не понял что такие диалоги тут были я видел его в городе не так давно он избивал голубых или еще каких-то извращенцев почему а что тут непонятного все в городе знают что начальник стражи ненавидит все что называет извращениями в особенности геев все знают значит что я собираюсь взять могилу он сражается на стороне саламандр тебе надо его убить это будет непросто но я попробую а хитропоп и план какой смотри ща мы говорим шо идем к могиле говорим что ремонт шоу тут тебя как убить хотя так что давайте попрятайся можно я зайду хорошо заходи нормально так и стражу просто купил и зашел здорово что тебе нужно волк я раскусил саламандр хочешь знать правду слушаю тебя внимательно я вычислил отлично мои подожди ты мне нужен мертвым шо ты спятил слушай меня евет убил реймонда и теперь притворяется им при помощи иллюзии он пытался заставить меня убить тебя это бы ему очень помогло я скажу ему что я тебя прикончил но тебе нужно будет залечь на дно на время если твои парни на него нападут он просто сбежит годится ты приобретешь элемент неожиданности но будешь драться один с сильным колдуном может быть у колькштейна есть какие-нибудь идеи хорошая работа волк до встречи все мы ему сказали теперь идем к этому к ремонту и говорим что могила якобы мертв так что у меня есть из зелий рунный камень сварога саду вот это бы им намазать конечно о повышает 7 гражданина 40 так поражающую боль бла 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 фиштах я не знаю кому продать ваще алмазная пыль ладно все отлично а а а чё дрыхнешь дрыхни тебе недолго осталось что да отличные новости и будешь рад ты убил могилу он больше не будет нам докучать но новости в другом скоро мы схватим евведа у меня есть план мы отомстим за твою семью а могу я узнать в чем заключается план я хотел действовать в одиночку но если ты хочешь помочь разумеется хочу в конце концов ты мне платишь к тому же мы теперь друзья да друзья значит вот как мы поступим поскольку мы лишили его правой руки могилы теперь мы сможем сыграть на том что нужно ему и его прихлебателю калькштейну и что это магические секреты скрытые в башне на болотах я знаю как ее открыть и мне нужно чтобы ты кое-что сделал конечно чем я могу помочь пойдешь со мной на болото а когда я открою башню вынесешь для меня тайные книги нельзя чтобы они попали в руки еведа можешь на меня рассчитывать когда отправляемся немедленно мы должны получить то что спрятано в башне все книги и свитки и использовать их в качестве приманки для нашего друга а как ты собираешься открыть башню этот камень ключ от башни или часть ключа просто постарайся заинтересовать этим калькштейна как мы и договаривались подготовимся не очкуем что бы купить в принципе вот это многоходовочка просто вот просто геральт красава тупо вот и ядрит мадрид вот просто что у нас тут еще есть неизвестно эликсиры аааа руны земли реальность критического удара 40 желтые розы неплохо зачем только мне они пожалуй надо короче изготовить свиток голема поэтому сейчас мы топаем туды надо будет изготовить эликсиры и плывем туда немедленно вызываем громад вот все не будет прям реально осыщена серия наверно как о впервые делом занимаются они только бродит хе-хе-хе так перевози меня бла-бла-бла давай я так уже дополня готов я давай быстрее я вообще жажду сначала надо голема сначала надо голема дать звездей а потом этому кому-то еще добрый господин нужна лодка так так надо бы помедитировать поэтому мы белую чайку жахнем белый мед кошка зелье петре кошка ласточка филин филин кстати пригодится так ну что ж ждем до утра ждем до утра и до утра и до утра так ласточку сюда о о так алмазная пыль так метеорит так использование до улучшения ну посмотрим ну посмотрим может и не даже не придется ничего изготавливать так петре петре есть пурга гром силен силен отлично отлично о джедайский меч это честно говоря больше похоже на чей-то понос ладно сейчас идем к этому друиды чем так вот сюда идем говорится идем путем а так проверяем снаряжение что там далеко еще половина еще топать так не имбусом драться не хочу говоря пока не до них ни до кого вообще поэтому мы бежим к друидам зайчик ордена что мне не нравится что они тут стоят они видимо так старше мне нужен старший друидыч все им посеваем чего тебе путник так прикольно говорят чего вы друиды управляет нет но вы же приручаете нет проще говоря мне нужно будет я могу я заплачу будем считать это пожертвованием в целях сохранения живой природы или для защиты вымирающих видов или для подкупа королевских лесничих 500 полновесных не обрезанных оренов это слишком дорого как говорит одна моя знакомая чародейка все дорожает а нам ведь надо как-то жить пусть будет 500 оренов возвращайся когда будешь готов что а может что-нибудь продам наверно 500 оренов вот охренел господи все деньги разбазарил держи раз а во неплохо а больше то и продать то нечего а 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 помыла на тушь а а а а надо быть и камни для продать принципе и я думаю они особо и не пригодятся они принципе нормально так стоят вот эти камни вот три этих камня можно два парадать один какой-то оставить сот аренов твою ж мать ладно грамот вот готов ладно можно будет очень калькштейну продать типа братан такой братан выручи пожалуйста по-братски да по-братски до выручей ой не буду с вами драться отстань но беги я не хочу чтобы драться больше или может выиграть у кого-нибудь эти деньги в принципе мне надо 200 мне надо еще как-то на что-то и жить видимо это надо что-то жить порогушку платье это сейчас вот туда вот сюда уже 10 будет ему отдать потом надо будет что-то продать готов до плывем город так ладно господи затянется все это не ну реально вообще фан гог ты погляди левардин ты выкупи меня эти значки которые на хрен никому не нужны так водички попей ладно ядрит твою мать ну так пишь просто ни хера не делай шуте и платит мало так ладно ща мы продадим чё ты за мной бегаешь да странный барклай и такой был генерал кстати российской армии русской армии что надо шкам свой товар господин хивай говорит так 5000 и черный порох а мне нужен сколько там 4 у меня вот 40 зеликанская смесь старую уже другой разговор так шлифовальный камень чили камень давай-ка вот так тебя лично пополам так идет ну и принципе этот кинжал мне особо и не нужен все кремень спинахер кремень когда можно этим использовать этот хак его игни можно использовать на чем и собственно будем вот плюс еще один от того что ты ведьмак ты можешь короче все видишь хочешь дам баньку растопить или костер какой-нибудь ты просто игни толка кастуешь и все вот тебе и костер есть как мало платят за такую работу да господи какие все жадные а теперь очень продать нет нельзя зерканский спирт извини не куплю здорово все так все делаем максимально быстро мы собраны новый клиент твою-то мать твою же мать ладно герланд из ривии побежали к этим как и и к друиды чем а то которые 500 арену влаще все какие-то ахеревшие евреи всем денег дай дай даю ладно принципе тоже надо жить я понимаю 500 аренов ладно ладно мать вашу просто папа уж получит принципе гроза нам нужно поэтому я думаю этот стоит тех денег которые мы сейчас отдадим и поэтому ну как бы ладно все понятно в целом ладно бежим давай сегодня нас тоже серию можно план капкан мака все расставили как мы все поняли все сопоставили это вообще же надо умеет граница тинки баудет ёпта надо думать говорится вот и думаем головой а геррик головой подумал такой репа почесал свою белую точнее седую и все все вызывай молнию я принес деньги вызывай молнию чего тебе путь не вот 500 аренов я жду свою грозу ну это непростая задача я же необыкновенный маг который насилует природу вызывая грозу из ниоткуда с помощью каких-то дурацких камней каких камней кто угодно с малостью магических способностей может активировать каменные столбы на големском кладбище какое безрассудство они используются для привлечения молний я знаю кое-какую магию может быть я смогу активировать камни чтобы пробудить голема к счастью это противоестественное создание за пределами действия камней иначе произошла бы катастрофа игры с силами природы всегда приводят к плачевным результатам как активировать эти камни уже соблазнился нужно просто коснуться их желая привлечь грузу но я бы не стал на твоем месте этого делать мгновение безрассудство может стоить тебе жизни я буду осторожен я догадываюсь чего ты хочешь ведьмак на твоем месте я бы приготовился принял бы свои зелья они тебе понадобятся ведьмак без зелья только пол ведьмака друид ага ага значит мы делаем хоба так филина где филинге чпок все так все выходим отсюда ого вот это как раз даже погодка вообще отличная говорится nice very nice давай ща я буду положить что мы там должны сделать вложить громад вот в руку голема ну да надеюсь он того стоит типа 500 500 аренов отдали аж так что у нас тут есть а заставка пошла пробудись древние создания здоровый он не зря я так вызываем меня зачем да твою то мать так но я вернулся надо бы на века потому что я стал жертвой неправильного сохранения не сохранялся даже слишком давно смотрим заставочку еще раз он будет мне уроком сохраняться почаще ну ладно допустим да блин а значит надо его вот так сюда сюда да блин горелый я же а как твою-то мать еще не знаю как как смысле как я же громад вот ему сделал чему еще надо тепло вложить громад вот положили вложим а дальше ты чё делать ладно будем разбираться ласточку жахнули жахнули филина жахнули тоже на всякий случай так сделаем так ну воткнули это мы видели уже блин ну по мне только херачит ладно значит а вооружим его не победить значит в центр тебя чпок какой ты здоровый ублюдок погоди ща мне хп восстановится дрянь такая иди сюда иди сюда вот не ходи там ходи сюда сюда иди хитропопый какой а все так что он должен оставаться внутри этого треугольника понял так сюда иди а я нет еще давай 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 иди сюда дрянь давай каменная дрянь получай ой ой и мы опасны иди сюда блин он выходит из нее ты засранец иди сюда вот давай смотри оба все готов сидя новая конец-то ух аллилуйя стал столько один сефирот я должен принести сефирот на обелиск и войти в башню так если башня средний кто у нас так башня мага китер а с какой чается обелиск китер план давай поместим обратно чем он сегодня серия немножко долго будет примерно час где-то потому но уж не хочется растягивать там и так и принципе два эпизода связано друг с другом поэтому но сами понимаете извините за то что такой видос долгий так он велиск китер так а теперь теперь мы топаем к башне так сколько там еще опыта воде танцы тысяч пунктов 190 тысяч сейчас нам нужно ну что ж я подготовился поэтому давай топаем сюда голем убит как там сказал один из героев сериала хэлс рич гаргант убит так правильно идем да правильно вот блин горелый вас тут еще только не хватало все так башня мага приближаемся мы доводишь ты от меня я не хочу с вами разговаривать блин лес этот к через который не пройти них рина не объехать так день такая как башни то пройти ладно не понял все дорога зачищена сейчас просто нужно пройти по этой дороге просто пройти никого чтобы меня никто не трогал меня трогают все ставь меня в покое так а все мы правильно идем неправильно ни хрена вот сюда идем тем тем будет спуск да продолжаем идти дальше а вот он где здорово ремонт монда все скоро ты узнаешь правду не нервничаешь лучше сосредоточусь на задании мне принести из башни книгу да и побыстрее нельзя чтобы как штейн нас опередил надеюсь этот убийца заглотил наживку я этим занимаюсь лучше да и побыстрее а еще и вот что надо сделать карта башни таро карта башни таро опять обратным плыть да ты издеваешься надо мной сколько у меня денег а вот сотни есть на том спасибо типа а а а а дожди подожди нельзя 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 можно скажу я пойду к алькштейну выбор у меня особо все равно нет уан сони вот бегаем паромщик у нас золотили 57 58 58 58 59 52 59 59 60 59 Бежим вот так с мечом побыстрее. Да чтоб вас всех. Тут бегаем туда-сюда, ездим. Господи боже. Может погода-то успокоится. Я сяду нормально. Просто отстаньте от меня. Просто дайте мне добраться. Да, дома и... Точнее на Калекштейн и все. Просто чтобы все закончилось нахрен. Туда, сходи сюда. С этим и этим и... Дряни какие. Все, отстань. Я с вами драться не буду. Зачем, когда я могу просто от тебя убежать? Как бы логично, да? Ой. Да ладно, вытащи. Говорится, вытащи свой... Свой меч. Покажи свою мотивацию, так скажем. Так. Ага. Филин. Что, паромщик? Переправь меня... Домой. Да на, забирай свои деньги. Да. Просто уже переплыви меня обратно. Просто я так его сегодня ему 20, по-моему, уже аренов заплатил. Вот уже 15, сейчас будет 20. И он уже... О, погоди. 25 даже. Твою ж мать. Пусти. Пусти меня. Пусти меня. Чё забегали-то? Дождь начался. Осторожники вон не бегают. Угодите мне этот важный сюжетный поворот, а я бегаю здесь. Ну, нельзя. Так, сейчас идем к Кольштейну. Говорим, что все. Да, да, давненько. Просто я грозу вызвал, ребятки. Но вы об этом не знаете. Перестаньте! Так, way up to reality. Как мне папа? Выйдешь из западной? Аж потомной. Паром. Да, рядом с бал. Спасибо. Хм. И что? Ну, вот я типа этим занимаюсь. Я, короче, типа этим занимаюсь. Что за правда? Я же все... Голем-то я победил. Я просто что-то не понимаю. Может, я что-то не понимаю. Так, мне вроде бы нечего изготавливать. Ладно. Сейчас разберемся. Типа, я замочил голема. Дальше-то чё? Типа, вот дальше-то чё? Типа, он ничего не говорит. Кроме товара, ничего он мне не может показать. А-а-а-а. А-а-а. Четыреста. Внутряное сало. Да я ему черепа баргестов парил. А-а-а. так пугающие вампиров мне вампиров нет и дальше чё типа он горит я занимаюсь этим типа чё ты занимаешься этим типа блин я же уже занялся типа это ухожу интересно них а не хочется разбивать закончить серию потому потому что придает и башни топать надо топать как все сложно он он стоит на доплывем плывем на болото типа я разместил обелиска дальше ты чё добрый господин что что да ладно карта таро где он тьфу ты тьфу ты ну ты ё-моё я думала это у них художность пор так вот он топать на баш да нет целом недалеко ходить придется ну ладно ну ладно ничего будь уроком на дума следующий раз должен разместить они а я прочитал я занимаюсь этим типа чем ты думаешь занимаешься не я не хочу идти в жопу не отстань ты банальный как проход тональный господи станет меня в покое значит идем так 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 а все в принципе в принципе мы пришли так чтобы не заблудиться кто тут еще кто здесь все ладно давай 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 бежим бежим добеги то так быстрее что будет стали уже бегаешь туда-сюда да зачем ты туда свернул а вот он обериск здесь эфира сумасшедший все наконец-то мишин комплекейтед теперь теперь иду сюда дуна вы как говорится меч убери все убирай скоро лучше сосредоточусь да и побыстрее нельзя я этим занимаюсь смысл этим занимаюсь дверь в башню открыта допустим круг водных врат знак акси я выучил все помощью можно очаровать противников и привлекать их на свою сторону фига си нужно подготовить встречи к хис и ведом да не поднимся сейчас подготовимся чем я здесь долг с водой а ладно это мы позже еще прочтем что тут еще есть сейчас жахнем так и жахнем вот сяк поехали книжка он это конечно не получит ты хочешь узнать правду очень хочу только вопрос о да я долго этого ждал когда ты решил принять облик реймонда а сам подсказал он шел за мной а ты ему доверял глупо было не использовать случай вот по этому плану ты встретился с ведьмаком глупо было бы мне не использовать случай хватит болтать веди меня туда где ты спрятал все что украл в к.р. мархене а да и и а ты у у и у у у у и нет 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 не вздумай хорош давай просыпайся все это твой босс типа о наш очкастый друг гантри по приказанию своего господина слушаю и повернулась провес займись видимо азарт испытует определенный дискомфорт ботность беда с этим отлично ну шо готовь готуй так ой нет да уйди ты от этого огня господи боже ты своим пируэтами ну да попробуй сначала своими этими твою мать отстань жахнет все там получил да нет нет вздумай вот так о отлично азар болван ты позволил ведьмаку провести себя тихо возвращаемся на базу купеческих о насранцы смотались все согласны что события потрясшие тимерию начались на болотах подвозимой обе стороны предвидели конфликты испытывали врага обычная разведка превратилась в битву орден победил благодаря разведке решимости порожденной верой ска это или поняли что дорога к свободе будет полита кровью азар вывел меня из боя когда я очнулся благодаря трес груды тел были рядом последний раз я смог сохранить нейтральность а вот блин гады многоходовочка не удалось а ошибаешься он в моей власти не только он все они жаль что фольтеста сейчас нет но вы займетесь советом королей а проблема с леву орденом тоже решена да он принял мое предложение он сказал что те кто стоит за ним сами собирались подобное предложить но мы опередили мужчины болтуны всегда во всем хотят быть первыми кстати как там твой ведьмак думаю удастся его убедить да хрен тебе не удастся вот-вот я знаю я ухожу я свяжусь когда закончим с этим ведьмак не должен узнать то что ты скрываешь но рис зачем ты встаешь я хочу проверить здоров ли ты уже да больно не будет результаты тестов положительные ты полностью восстановился все ваш странный ведьмак не чем это болезнь рис как я тут очутился чистое совпадение я изучала магические аномалии и наткнулась на фальшивый след который оставил этот шарлатан калькштейн ты нашла меня на болоте что же там произошло на самом деле я не знаю алхимик все еще изучает камень но там ничего нет самые большие аномалии здесь в изиме магические аномалии вы зиме да я была бы тебе благодарна если бы ты помог мне разобраться но пока что надо разобраться с твоим здоровьем а мне показалось результаты тестов положительные милашка ты меня неправильно понял физически ты в полном порядке меня беспокоит твое сознание мое сознание ты бредил постоянно бредил у меня не было другого выбора мне пришлось прочесть твои мысли чтобы узнать о твоих ранениях и о том какой яд ты принял в этот раз думаю ты прочла не только это это неизбежно ты слишком громко думаешь в любом случае теперь я знаю о твоих последних приключениях ты можешь справиться с моей амнезией вернуть тебе память нет очень вряд ли но есть призрачный шанс и чего ты замолчала какой призрачный шанс судя по тому что я видела тебе станет лучше если ты создашь стабильную модель личности расплывчатый эвфемизм который значит геральт пожалуйста я пытаюсь объяснить тебе нечто очень важное ладно только обойдись без этой псевдонаучной билиберды ты должен принять чью то сторону в том что сейчас происходит не важно какую позицию ты выберешь главное чтобы ты ее выбрал идентификация возможно позволит тебя восстановить память и ты в любом случае ничего не потеряешь ты можешь сказать что ты видела нет я не хочу чтобы ты превращался в мое видение геральта я хочу чтобы ты все решил сам не оглядываясь по-твоему я не должен интересоваться своим прошлым именно воспоминания вернутся сами посмотрим геральт ты говорила что то про магические аномалии их могут вызывать различные события но что самое важное они могут стать причиной появления настоящего зла когда я чувствовала подобное в последний раз вы с одной нам обоим известной волшебницей пробовали обуздать джина тогда была уничтожена половина города возможно ты об этом не помнишь но слишком многое на кону а я помню я читал это в рассказе последнее желание вроде бы как называется эти побрякушки магические сенсоры их надо разместить вокруг вы зимы тогда мы сможем найти источник аномалии конечно дай мне сенсоры и я обо всем позабочусь мой геральт он никогда мне не отказывает а зачем еще нужны друзья в купеческом квартале в стене у городской ратуши есть небольшая ниша второй сенсор установи в храмовом квартале у спуска в канализацию а третий в новозимском кладбище мы создадим типичный треугольник Ратклиффа ты ведь знаешь в таких случаях эффективнее всего треугольники как ты сюда попала в то время как вы мужчины бегаете бессмысленно по свету это приносят свои плоды не понимаю каким образом в любом случае я решила найти Саламандр используя нетрадиционные методы и как успехи замечательный теперь мы многое знаем придет время и я все тебе расскажу а почему не сейчас ничего не достается бесплатно ведьмак Чтобы получить эту информацию, я дала несколько обещаний, в том числе обещания ничего не рассказывать тебе. Терпение. С кем ты говорила при помощи телепорта? Ты слышал. Ну, так просто. Ничего важного, дела чародеек. А похоже, что-то серьезное. Ты слишком много волнуешься, Геральт. Чтобы узнать про Саламандр, мне пришлось дать несколько обещаний. Тем не менее. Поверь мне, ничего важного. Ну, поверим, ладно. Увидимся. А, чуть не забыла самое главное. Что? С тобой хочет встретиться один человек, очень влиятельный купец, Лео Варден. Он устраивает банкет в новом Нарокорте. Я не слишком люблю банкет. Там будет множество влиятельных людей. Ну, не знаю. Включая принцессу Аду, которую ты освободил от заклятия. О! Кажется, она к тебе неровно дышит. Я подумаю. И я там буду. Ладно, ты меня убедила. Как убедить Геральта сходить в банкет? Пропуск, который позволит тебе без проблем передвигаться по Вазиме. О! Пропуск? Ну, в дополнение к карантину, власти в Вазиме ввели военное положение. И как я умудрился это не заметить? Закон действует только в купеческом квартале. Ты там еще не был. А как пропуска регулированы комендантским часом? Теоретически, только жители квартала могут по нему передвигаться. К счастью, у меня тут есть дом, так что получить пропуск было не слишком сложно. А как насчет пропуска для меня? Я зарегистрировала тебя, как жители своего дома. Разумеется, это все фальшивка. Пока. Вот это па-па-па-ворот. Ну, ладно. Ух, серия затянулась вообще неожиданно. Лох, там столько заданий сейчас было. Ладно, ребятки. Мы, пожалуй, сейчас сохранимся. Серия была вообще писяц какой-то насыщенной. Но мы на этом с вами прерываемся. Поэтому, надеюсь, вам все понравилось. Поэтому, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Переходите в группу ВКонтакте и ссылки в описании. До скорых встреч, ребятки. Всех обнимаю, всех люблю. Всем пока.